По-любому вы слышали про инвестиции от разных блогеров в инстаграмах, в разных социальных сетях, рекламы от банков, от брокеров, там тиньков, заработайте на акциях, купите акцию, заработайте 20 тысяч, там подарим акцию вам бесплатно и так далее. То есть кто-то говорит, рассказывает про криптовалюты, биткоин шумит и так далее, и так далее. Может быть коллега к вам на работе подходил и говорил, слушай, купи обязательно акции такие-то или купи криптовалюту, это будет расти. Было такое? А как вы покупали это? Купили акции или купили криптовалюты, заработали ли вы на этом? Скорее всего, наверное, купили, может быть продержали какое-то время, там неделю, может быть две, может быть месяц, потом продали, заработали на этом или что-то потеряли. Какой у вас был опыт? Обязательно поделитесь, пожалуйста, в комментариях. И давайте вообще разберемся, что же такое инвестиции, потому что со всех сторон мы сегодня слышим про инвестиции. Действительно, очень большой шум начался еще с 2020 года, когда практически каждый банк стал брокером. И мы это наблюдали. И люди начали интересоваться инвестициями, начали интересоваться финансовой грамотностью, но не понимают, что это такое на самом деле, как это устроено и как во всем этом разнообразии разбираться. И давайте об этом поговорим. Я наглядно вам сейчас покажу, покажу даже графики, покажу, как это все устроено, простым языком это все объясню. И давайте начнем с того, что разберемся. Есть, во-первых, у каждого человека, который пошел в инвестиции, запрос. То есть человек хочет что? Больше денег, хочет заработать, хочет пассивный доход, прийти к финансовой свободе, независимости, безопасности и так далее, и так далее, и так далее. Для этого идет туда человек. Но какой есть путь? Есть на самом деле два пути. Вот это важно понимать. Есть два пути. И есть два участника этого инвестиционного рынка. Есть два участника. Давайте запишем. Первый участник, я вам покажу сейчас. Это так называемый спекулянт. Спекулянт. То есть как раз таки тот, который там покупает что-то в моменте, продает, на этом пытается заработать. Купи дешевле, продай дороже. Как это называется? Спекуляция. Это спекулянт называется. Вот. И второй у нас путь, это есть у нас инвестор. Инвестор. То есть первый путь спекулянта. Давайте еще напишем трейдер. Есть такая профессия трейдер. Да, действительно. Если мы говорим вообще о трейдинге, это совершенно по-другому. Там люди в моменте трейдят, называется даже скальпинг. Они вот прям в моменте смотрят, 24 на 7 сидят за теми компьютерами, чтобы... Смотрите, гад, она поднимается там. Что по техническому анализу, что по волновому. Там применяются разные стратегии, разные методики, разные анализы, аналитика. Много всего применяется для того, чтобы заниматься трейдингом. Это профессия. Это профессия. Важно понимать. Если вы хотите сюда пойти, в эту профессию, надо изучать тогда профессию трейдер. Так вот, есть вот эти два пути. Трейдер и спекулянт. Чем они отличаются? Первый, значит, у нас трейдер зарабатывает на том, что покупает, продает. То есть спекулянт. И вы видите, часто вас как раз таки этому учат, обучают. Если мы посмотрим на разные обучения, на разные курсы, что люди чему учат. Блогеры, миллионники учат, говорят, финансовые там разные, которые якобы суперфинансовые эксперты. На самом деле они до этого были вообще не финансистами, никакой связи не имели с инвестиционным рынком. Но сейчас они вдруг все инвестициям обучают. Сначала акциям обучали, потом криптовалютам обучают и так далее. Так вот, чему они в основном учат? Они учат как раз таки спекуляциям. Купите сегодня такие-то акции и перепродайте, заработайте на этом. Либо купите какие-то криптовалюты, заработайте на росте. Они учат, они знают, что заработать можно только легко на росте. Но если рынок падает, люди в основном теряют. Был ли у вас такой опыт, потери, тоже обязательно напишите. Может быть, вы проходили какие-то курсы обучения вот этих вот финансовых гуру, которые учат этим спекуляциям, этому трейдингу и уже с этим потеряли. Либо вы заработали. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Так вот, как раз таки это у нас спекулянт, это трейдер. А есть у нас еще второй участник этого финансового рынка, инвестиционного рынка. Это инвестор. Инвестор зарабатывает как? Он зарабатывает параллельно росту экономики, либо сектора определенного, либо определенного актива. То есть с ростом его. Инвестор зарабатывает. Зарабатывает на росте, на росте. То есть параллельно росту экономики. Вот что делает инвестор. Он на этом зарабатывает. Спекулянт зарабатывает на разнице, на разнице. Купил, продал, на разнице. Вот на чем зарабатывает спекулянт. То есть да, у нас вот такие два участника есть. И тут вопрос, а какую сторону выбрать вообще? Вот на какой стороне лучше быть? Нужно разные критерии понять. Какие критерии для вас важны? То есть, например, для меня важен критерий свобода. Вот я раньше был трейдером, просто год занимался этим прям профессионально. Изучил технический анализ, волновой анализ. Занимался 24 на 7 этим трейдингом. И понял, что я там просто не имею свободы. То есть, если мы говорим про такую ценность, как свобода, то на этой территории свободы быть не может. Потому что нужно в моменте следить за графиками, нужно в моменте разбираться в аналитике, читать новости, мониторить разницу этих цен, курсов, на биржах сидеть. Постоянно все это надо делать. То есть, это работа 24 на 7. 24 на 7. Грубо говоря, это все я утрирую, конечно, но 24 на 7. Потому что я помню, как я даже просыпался там в 5 утра, в 4 утра, когда там китайский рынок, начинаются изменения на рынках какие-то. Мне нужно прям с утра смотреть в моменте, куда цена пошла, что будет с активом. То есть, вот это работа трейдера. Если мы говорим об инвесторе, есть ли здесь свобода? Есть ли здесь свобода? Когда мы говорим об инвестициях, действительно, вот инвестиции, инвестор, сектор. Да, потому что инвестор, он покупает актив, он может купить актив определенный. Он понимает, ага, эта компания развивается, эта компания растет, или этот сектор растет. Я инвестирую сегодня в этот сектор, и все. И забываю, инвестор не следит за графиками. Это не трейдер, не путайте трейдера и инвестора. Инвестор не следит за графиками, не следит за новостями, не следит за аналитикой. Ему не важно вот это без остановок постоянно в этом вариться. Он просто видит, ага, перспективная компания, покупаю. Вспомните самого известного инвестора в мире, самого богатого. Уоррен Баффет, он говорил, мне нравится Кока-Кола, я ее пью. Я пил Кока-Колу, мне она нравилась, я в нее инвестировал деньги, и он на этом разбогател. Мне нравился, говорит, Макдональдс, я там кушал, я там пил кофе, и мне нравилось, и я в это инвестировал. Мне нравилось еще что-то, я этим пользовался, я в это инвестировал. Он не сидел, не трейдил на этом, он просто в это инвестировал. И вот чем отличается инвестор. Поэтому если говорить о свободе, да, у инвестора есть свобода. Вопрос денег. Вопрос денег. А где у кого деньги? Еще одна ценность. Есть свобода, есть время, да, вот это определенное. Естественно, свобода и время, это коррелирует. То есть, естественно, у инвестора больше времени, у трейдера меньше времени, он 24 на 7 сидит. А есть ли деньги? Вопрос деньги. Есть ли деньги? Да, деньги есть, деньги и там есть, и там есть. То есть вопрос только какие, разница какая. То есть деньги есть и там, и там. Как понять, где лучше, куда лучше пойти, исходя из своих целей? Когда мы хотим больше зарабатывать, мы хотим пассивный доход, мы хотим финансовой свободы и так далее. Трейдер может в моменте больше заработать. Почему? Объясняю. Трейдер, то есть он может на разнице цены, например, купить там биткоин по 20 тысяч долларов, раз они там 60, он заработал там 200 процентов прибыль. А может также и потерять. Тут такой момент, что трейдер может как заработать, так и потерять, естественно. Инвестор, в принципе, тоже может как заработать, так и потерять. Но сейчас мы посмотрим все это детально на графиках. А как это действительно в жизни происходит? Как это было? Вот сейчас всю динамику, историю посмотрим. Вот как бы действовал трейдер, вот как бы действовал инвестор. Давайте разберемся. Вот я показываю примеры. Например, нашумевший сейчас биткоин. Многие сейчас понимают, что шумит биткоин. И многие побежали там его что-то покупать, что-то делать. Но в итоге люди бегут тогда, когда это уже нашумело, а не тогда, когда надо это покупать, когда все упало и надо на дне купить И что происходит? Давайте посмотрим Допустим, вот трейдер в моменте, допустим, покупает, он видит, что какой-то рынок растет, какой-то актив растет Вот смотрите, например, возьмем такую динамику Вот здесь, например, трейдер где-то видит, что пошел рост, пошел рост, например, биткоина, там, 2015 год возьмем Вот тут пошел рост, там что-то шумело и в новостях где-то начали говорить о биткоине Он такой, о, я вот здесь куплю по 620, например, и потом такой рост пошел, он такой, о, уже 1000, о, я заработал там сколько-то процентов, продам. То есть трейдер взял, купил, так, сейчас, секунду возьму, инструмент, инструмент определенный здесь, то есть он купил, например, так, интересно тут все происходит, вот, он купил, допустим, по 600 там с чем-то и продал там около 1000. Он заработал 44%, вот мы видим, 44-45% прибыли, он заработал. Да, он в моменте заработал деньги, красавчик. Допустим, он такой, дальше рост идет, еще где-то там купил, снова где-то купил и где-то снова продал, еще заработал, допустим, вот еще 53% или больше он заработал, может он 100%, может он зашел здесь, продал здесь. Мы не знаем, где он, сколько, как мог продавать, 160 он процентов заработал. И мы это слышим, трейдеры могут заработать и 50%, и 100% прибыли, и 200% прибыли, и даже больше, возможно. Но, какой момент, это мы смотрим положительный исход, когда вы вовремя зашли и происходит рост, вы продали, да, заработали. А если трейдер, вот, я говорю, профессиональные трейдеры, это один момент, а есть так называемые, на профессиональном сленге говорят, мамкины трейдеры их называют. Так вот, это люди, которые вроде научились трейдингу там какому-то и такие, а, так, пойду, куплю вот это, наверное, это будет расти. Наверное. То есть, гадает там на кофейной гуще, ага, биткоин будет расти или нет, акции Apple будут расти или нет, не знаю, что, ну, давай вот это выберу, давай вот это куплю, давай вот это куплю. И не знает, он не разбирается в этом, он не делает конкретный, четкий, фундаментальный анализ, технический анализ, волновой анализ по определенному активу. Он просто, вот ему так, вот ему так в голову пришло, что я сейчас это куплю, вот биткоин сейчас по 60 тысяч, наверное, будет по 150, говорят. Я, наверное, сейчас куплю и заработаю на нем сто с чем-то процентов прибыли. Вот так обычно мамкины трейдеры, так называемые, еще их называют хомячками на рынке, так они действуют, к сожалению. И вот в итоге что получается. Когда рынок растет, все зарабатывают, все прекрасно зарабатывают. Посмотрите, когда рынок растет, как можно на этом не зарабатывать. Так, опять не рисует, у меня здесь такая интересная, есть штука, которая должна рисовать, кисть, маркер, давайте возьмем. Будет маркер рисовать? Тоже не будет. Что-то у меня поломалось очень сильно в трейдинг-вью. Ладно, буду линейкой тогда чертить. То есть, как можно вот на этом не зарабатывать? Вот рост. Вот происходит рост, как можно на этом не зарабатывать? Конечно, они зарабатывают. Вот, пожалуйста, рост на тысячу процентов. Но другой вариант, смотрите, если мы приблизим. Допустим, трейдер зашел вот здесь и такой, ну, наверное, дальше будет расти. Вот просадка. Или вот здесь, давайте, например. Вот здесь. Когда биткоин там упал, например, он такой здесь заходит. Ну, сейчас все просело, сейчас будет расти. Вот они там, недотрейдеры иногда так заходят. Вот она просадка, срочно откупайте просадку. Помню, как финансовые блогеры, там миллионники говорили, акции упали, срочно покупайте. Сейчас будет дальше все расти. Нужно подешевевшие активы собирать. И вот они покупают, и активы дальше падают. Что происходит? Вот здесь он купил, допустим, этот трейдер начинающий, и рынок пошел вниз. И он такой, блин, вниз-вниз-вниз идет, вниз, говорит, нет. И такой, нет, я здесь продам уже все, непонятно, рынок, короче, сыпется, все, это все пропало. И вот он минус 40% делает. И такое бывает. То есть трейдер делает деньги и в плюс, и в минус. Естественно, он может заработать или может потерять. Правильно, он может на росте заработать, на падении потерять. Вот что происходит. Профессиональные трейдеры умеют зарабатывать на падении, но это очень-очень-очень непросто. Это делают профессионалы. Обычные люди, вот обычные люди, отнесите себя к обычным людям. Если вы какой-то курс непонятный прошли у какого-то блогера или у какого-то финансиста, таких очень много сейчас, и вы вдруг начали вот это трейдить, проймите, что вы не профессиональный трейдер. Вряд ли вы здесь заработаете, вряд ли вы обманете огромный рынок с просто китами на рынке, с этими вот крупными игроками. Вот люди пытаются прийти обмануть рынок крупный, финансовый. Да не обманете. Вот это вот поймите обязательно. Поэтому люди все время теряют. У меня вот статистика через меня, вот я проводил тысячи консультаций в свое время и провожу до сих пор консультации. И ко мне приходило столько людей и столько из них трейдеров. Больше ста трейдеров. Вот я видел больше ста трейдеров. И вот все одно и то же. Исход один и тот же. Спрашиваешь, а деньги-то есть? Ну вот ты уже там трейдингом занимаешься 10 лет. Деньги есть? Да нету в моменте. То зарабатывают, то теряют, то зарабатывают, то теряют. И вот это происходит. Потому что на падение он, естественно, теряет. Потом снова на росте он может заработать. Там какие-то, пожалуйста, там снова зашел, снова какой-то рост, повезло, 100% сделал. Красавчик. Потом раз и падение, в минус опять ушел. И так далее. То есть вот этот рынок, он волатилен. Он постоянно то растет, то падает. Посмотрите, что с биткоином происходит, например. А какой путь у инвестора? Допустим, инвестор узнал про биткоин в каком-нибудь 2015 году. Вот я узнал в 2012 году про биткоин. Смотрите. Допустим, он в 2016 узнал про биткоин. И вот здесь, все-таки я попробую сделать, чтобы вот эта кисть рисовала. Давайте, может, цвет поменять здесь, не знаю. Почему вот она не рисует? Как так? Первый раз такая история, что кисть не рисует. Ладно, смотрите. Хорошо. Допустим, он вот здесь, где-нибудь в 2016 приобрел биткоин. То есть он не знал, вот если посмотреть на 2016 год, будет падать или будет расти. Ему не важно. Инвестор, он просто понял, какой ты перспективный актив. Все, он разобрался. Ага, перспективная история. Наверное, ну, возьму на долгосрок себе. Он покупает. Вот по 434 доллара, допустим, он покупает. Давайте посмотрим. Он это купил в 2016. И где сейчас биткоин находится? Вон где находится. Вот, допустим, 2016 год. Вот здесь он купил. И давайте смотрим по сегодняшний день. Вот по сегодняшний день. И мы смотрим. 7 990% прибыли. 7 990%. Трейдер во все это время он просто там покупал-продавал, 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 плюс-минус, 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 плюс-минус. Там что-то зарабатывал, что-то себе покупал, там снова трейдил и так далее. И вот в этом трейдинге он варится. А инвестор просто купил и просто все растет. И он сделал большой плюс Если это инвестор, еще раз скажу Вы можете сказать, ну инвестор мог купить вот здесь, а продать вот здесь Он не трейдер, он не покупал, чтобы в моменте перепродать И он продает, всегда инвестор продает только в плюс Он не продает в минус Ему в минус продавать нет никакого смысла Вот скажу по своему опыту Вот я инвестор уже много лет И какой-либо актив я бы не покупал Если он ушел у меня в минус, мне вообще не важно У меня были такие моменты в криптовалютном рынке Что у меня актив уходил на минус 90% Я его где-то купил, он в минус 90% ушел, просел И я его не продаю, я не продаю в минус никогда Потом происходит какой-то новый буллран В 2018 году вся криптовалюта растет И у меня из минус 90 прибавляется плюс 500% прибыли И вот тогда я могу продать Вот тогда я могу продать Инвестор продает только в плюс Грамотный инвестор продает только в плюс Смысл активы в минус сливать Держат на долгосрок инвесторы Вот разница этих двух Двух этих людей вообще И получается, что хочу сказать Это все на всех активах так происходит Возьмем, пожалуйста, ладно, биткоин, биткоин Вот, пожалуйста, Сбербанк, допустим Вот Сбербанк Рос падал, рос падал Да, трейдер тоже самое мог зарабатывать Где-то там заработал в моменте 60% Где-то потерял, где-то снова заработал на росте Там пускай 200% заработал Потом вот на падении Пожалуйста, вот что происходило вот здесь Пожалуйста, смотрите, 2007 год Например, просадка была Вот здесь пошел рост И трейдер такой Сейчас все, вот он Значит, просадку откупил Сейчас будет рост И что происходит? Небольшой рост А потом происходит жесткое падение Минус 80% Вот он заливает Все, я просадку выкупил Деньги туда все Завалил там на всю котлету Как это говорят иногда И пошла просадка Минус 80% у трейдера Минус 80% Он просто теряет практически весь капитал И вот общаясь с трейдерами разными Когда консультации проводил Так происходит Делитесь, пожалуйста, в комментариях У кого опыт есть Кто это все на себе проживал Трейдеры даже Трейдеры, кто этим занимается Любят этим заниматься Я знаю, действительно, есть трейдеры Которые полжизни этим занимаются По 20-30 лет этим занимаются И действительно, они очень хорошо умеют торговать Жалко только, что капитал не особо создается Вот таким методом Потому что и теряем, и зарабатываем И теряем, и зарабатываем А инвестор в этот момент Допустим, инвестор купил Где-нибудь в 2004 году В 2003, давайте вот декабрь Акции Сбербанка Что происходит? Там и росло, там и падало Там снова росло Потом снова падало И вот снова выросло И сколько он сделал процентов прибыли По сегодняшний день Если просто у инвестора лежат эти активы Просто лежат Он сам решит, когда ему продать Сколько ему прибыли достаточно 3486% прибыли Вот опять же инвестор на росте просто зарабатывает И все Даже если актив в минус уходит Он просто его не продает Вот надо это понимать Вот инвестор, вот трейдер То же самое совершенно Ну вот на любых активах можно показывать Пожалуйста, акции Apple Все то же самое Картина такая же В тренде Тренд понятно растущий Потому что это перспективная компания Которая развивается много лет Выпускает совершенные устройства Там для людей Айфоны, айпады, макбуки Там что только не выпускают Всякие Apple TV VR Там уже все выпускают И конечно же компания растет Развивается Капитализация растет Естественно рост Инвестор с этой компанией заработал? Да Допустим, есть инвесторы Которые в компанию Apple заходили Особенно на зарубежном рынке Допустим, в каком-нибудь 2003 году Сколько они сделали процентов прибыли? 10 тысяч процентов прибыли Вот по сегодняшний день 10 тысяч процентов рост Вот это инвестор делает А трейдер в моменте зарабатывал Что-то он такой Айфон первый вышел А, рост пойдет Заработал 100 процентов Продал активы Ой, сейчас наверное падение будет Надо не покупать там О, падение пошло Что-то в компании происходит Потому что если в моменте посмотреть Конечно же падение происходили Вот, пожалуйста Какой-нибудь рост был Потом падение Потом рост и так далее Потом снова О, айфон второй выходит На новостях Сейчас я стрейдю быстро Ага, по волновому анализу По техническому будет рост Снова захожу Снова заработал 100-200 процентов сделал А при этом инвестор просто сидит Ничего не делает Занимается своей жизнью Занимается своим любимым делом Каким-нибудь хобби Проводит время с семьей Плавает, я не знаю Где там на яхте на своей Ходит и так далее Но при этом он не мониторит Не следит Что вообще с этими компаниями происходит Сейчас там Apple вырос Потом он упадет Ну пожалуйста Пускай упадет Потом снова там будет расти Инвестор просто сидит Он сам решит Когда ему какие активы продать Сколько вытащить Оттуда прибыль Но долгосрочные инвесторы В большом плюсе Тогда что получается У инвестора денег больше На дистанции На дистанции Вот что я хочу объяснить На дистанции Инвестор всегда обыгрывает трейдера Вот я вам хочу Такую визуализацию показать Просто смотрите Давайте вот так нарисую Сейчас вот здесь отдельно То есть у нас есть два пути Значит да Так Как это у меня такая Жирная тут Рисовалка Сейчас секунду Смотрите Вот у нас два пути Значит это у нас будет трейдер Трейдер Это у нас инвестор Это у нас инвестор И смотрите Что получается А когда трейдер Вот в моменте зарабатывает Что-то теряет Зарабатывает Теряет У него какой путь Вот он пришел На этот финансовый рынок И он что делает Он идет вот так Вот он растет У него деньги растут Падают Растут Падают Растут Падают Растут Падают Растут Падают И так далее То есть вот его путь То есть это у нас что Это у нас время Это у нас деньги Вот Здесь то же самое У нас деньги И вот у нас время То есть вот путь трейдера Вот Поделитесь пожалуйста Своим опытом У кого такой путь Есть действительно Кто занимается Там спекулирует На рынке как-то Я сам этим занимаюсь Также У меня есть вообще стратегия Я занимаюсь этим трейдингом Я и на криптовалютном рынке И на фондовом рынке И в акциях И разных активах И что у меня получается Зарабатывать Я обязательно Перекладываю Просто в надежное То есть я часть Я 20% выделяю На эти спекуляции Своих денег Там зарабатываю И перекладываю В консервативные В надежные инструменты Как инвестор Что у меня растет Вот такой путь Получается трейдер У инвестора Какой путь Он заходит в рынок У него там может быть Растет Падает Растет Падает Растет Падает Что-то там И так далее Но динамика У него вот такая То есть его капитал Его деньги Растут по экспоненте Еще плюс сложный процент Если правильно применять То по экспоненте Вот они два пути И тут вопрос А какой путь мы выбираем Какой путь нам эффективнее Выгоднее Со стороны наших Каких-то ценностей Что для нас важно Какие критерии Деньги Время И так далее Вот здесь каждый из вас Может для себя Определить сейчас Вы все-таки инвестор Или вы все-таки Трейдер Или спекулянт То есть здесь Каждый выбирает Действительно Кому-то очень сильно Нравится трейдить Трейдить Мне нравится Трейдить Не скальпить Ничего Вот это Вот в моменте Не сидеть без остановок А например Где-то что-то купил Где-то что-то перепродал Да я вот этим занимаюсь На 20% На 80% Я инвестирую В надежные фонды Закрытые фонды И так далее То есть об этом вот более детально Обо всем я также рассказываю На своем обучении Если нужно Обязательно ссылка будет Под этим видео Забирайте Обучение Там все я это рассказываю Показываю Разные стратегии Даже рассказываю Про стратегии Какие я использую При своем трейдинге Как я управляю Своими капиталами Плюс как работают фонды Как они нам дают сложный процент Как вообще создается капитал И так далее То есть вот два пути В принципе есть Естественно я выбрал Я прошел и тот путь И этот путь И я выбираю В любом случае Я бы выбрал путь Только инвестора И всем своим клиентам Я всегда говорю Пожалуйста Выбирайте путь инвестора Потому что Ну если хочешь трейдить Трейди Ну хотя бы на маленькие деньги Но выбери путь инвестора Потому что у тебя какие цели К финансовой свободе прийти Капитал создать Пассивный доход Это только путь инвестора Только путь инвестора Если зарабатывать Здесь и сейчас Легкие деньги Быстрые деньги На спекуляциях Вот здесь Вот эти вот деньги Здесь и сейчас Жизнь здесь и сейчас Это вот как раз таки Жизнь здесь и сейчас Это про трейдеров Спекулянтов У них такое мышление, у них нет стратегического мышления, стратегического видения. Им нужно здесь и сейчас. Вот они выбирают путь трейдера. Да, зарабатывай, выбирай путь трейдера. Но если ты хочешь прийти к финансовой свободе, капитал, пассивный доход и все остальное, и вот такие громкие слова заявляешь этому миру, то тогда выбирай путь инвестора, иди по пути инвестора. И тогда, конечно же, ты точно к этому придешь. Кому нужно разобраться более детально в этом, у кого есть вопросы, обязательно записывайтесь ко мне на консультацию, если вам это нужно. Детально разберем именно вашу ситуацию. Какой путь выбрать именно тебе, путь трейдера или путь инвестора, под твои цели и задачи построить стратегию и план, финансовый план составить. Вот это все я делаю, конечно. Если даже мои услуги будут дорого или еще что-то, я всегда подберу специалиста, потому что в моем штате есть очень много специалистов, финансовых консультантов, которые будут просто, ну, сделаем подбор под ваш бюджет. В любом случае вам это будет доступно. Поэтому, если нужно, обращайтесь. Я надеюсь, я объяснил вот эти два пути. Вы сами выбираете, по какому пути пойти. И особо не верьте вот этим всем супер обучениям по инвестициям, которые вас учат спекуляциями трейдингу. Попробуйте их просто вот распознать. Вот вы берете это обучение, курс какой-то по финансовой грамотности, по инвестициям, обучение какое-то. Попробуйте его просто вот идентифицировать, что это обучение оказывается не по инвестициям, оказывается по трейдингу обучение. Вот я думаю, что вам это видео позволит это сделать Обязательно оставайтесь на канале, делитесь со своими друзьями Пишите в комментариях, что вы об этом думаете Какой у вас опыт, обязательно поделитесь А мы с вами увидимся в следующем видео